Всем привет! Прямо сейчас мы смотрим все по ГОСТу. Неоднократно мы проверяли водителей такси ГОСТ на соответствие стандартам качества. А в этот раз решили проверить самого директора. Сергей Кныш пришел в студию Радиохит, ответил на вопросы по ПДД, да еще и машину свою предоставил для проверки. Как это было в этом выпуске подробнее. Хочется, чтобы тебя тоже погонить по правилам ПДД, по правилам, которые ты сам установил вместе с администрацией, которые должны выполнять и которым должны соответствовать водители. Вы готовы? Как же коррупция? Сказайте, какие вопросы будут, чтобы я подказался. Коррупции никакой нет. Я слишком честна. Итак, первый вопрос. Как правильно произвести экстренное торможение на скользкой дороге, если автомобиль не оборудован антиблокировочной тормозной системой? Первое. Нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее до полной остановки. Второе. Нажать на педаль тормоза с одновременным использованием стояночного тормоза. И третий вариант. Тормозить прерывистым нажатием на педаль тормоза, не допуская блокировки колес. Кстати, я знаю правильный ответ на этот вопрос. Третий. Третий. Тормозить прерывистым нажатием на педаль тормоза, не допуская блокировки. Абсолютно правильно. Все куплено. Без всяких я знаю тоже ответ на этот вопрос еще со школы, хотя я права получала 11 лет назад. Вопрос номер два. Разрешается ли на двухполосной дороге выполнять обгон на перекрестках? Есть варианты. Разрешается. Второе. Разрешается только на нерегулируемых перекрестках. Разрешается только на перекрестках неравнозначных дорог при движении по главной дороге или же запрещается? Так, у нас получается две полосы и там перекресток. И перекресток может быть еще неравнозначный, да? Может быть, главная дорога, а может быть... Получается, на главной дороге, наверное, можно обгонять. То есть разрешается только на перекрестках неразначных дорог и передвижении на главной дороге? Да. Правильный ответ. А Дорогов ответил запрещать. Молодец! Разрешается ли вам пересекать двойную сплошную линию горизонтальной разметки? Две сплошных? Да. 100% нельзя. Да, запрещается. Абсолютно верно. Я тоже знала, что запрещается. Это же вообще лишение прав. Правильно я понимаю? 100%. Так, в каких из перечисленных случаев разрешается движение в населенных пунктах со скоростью не более 20 км в час? Первое. При движении на дворовых территориях. Второе. При движении в жилых зонах. Третье. В обоих случаях. Ох ты. Это с подковырочкой. Смотри. Я так понимаю, допустим, вот были бы у нас крутые дома, комплексы, да, когда еще... А там и там нельзя. Ну, правильный ответ. Да. В обоих случаях нельзя. Молодец. Есть у нас последний вопрос. Если возьмешь, то прям будет тебе браво и длительные аплодисменты. Можно ли водителю легкового автомобиля начать обгон? Нет, я думаю, есть. Итак. Правильный ответ. Нельзя начать обгон. Итак, Сергей справился 5 из 5. Зря ты переживал. А сейчас будем проверять именно знания устава такси-гост, какие требования предъявляются к таксистам. Ксения Главицкая, вот эта девчонка, написала художественный текст, в котором отразила некоторые ошибки, которые может допустить водитель. Итак. Водитель Иванов забрал пассажира, который хочет добраться до автовокзала. Пока пассажир вынужден был сам грузить все свои чемоданы в салон, потому как Иванов привык возить в багажнике санки сына, водитель попросил показать дорогу до места. Есть какие-то ошибки? Да. Во-первых, перед тем, как посадить пассажира в машину, надо было спросить, куда клиент едет, чтобы подтвердить то, что это его заказ. Потому что без этого часто проблемы бывают. Потом перед выездом на линию должен был пустой багажник быть. Ну, еще машина должна была заправлена быть в технически исправном состоянии. Ну, вот эти все, да, правила. Потом он должен был выйти, погрузить самому. Помочь. Да. И дорогу, ну, сейчас, как бы, ну, во-первых, карту должен сдать, да, но сейчас, в принципе, проблем с картой уже нет. В Яндексе можно забить и спокойнее ехать. Здесь, в принципе, все, что можно было нарушить, все нарушили. Следующий абзац. По пути Иванов решил заехать на заправку, а пока они едут, созвонился с своей женой, Ивановой. Результатом разговора водитель, конечно же, поделился с пассажиром, потому что история была действительно интересная. Заправляться нельзя, он должен был перед тем, как выйти на линию, у них 30 литров бензина в баке уже должно быть. Вот. Ну, и разговор по телефону, вообще, штраф ГИБДД есть, так что это вообще нельзя. А историю интересную, в принципе, можно рассказать, если клиент не врать. На заправке Иванов купил сникерс, который он планировал съесть, пока они едут. И сигареты, потому что Иванов очень любил покурить после еды. Ну, как бы, тут же понятно. Нет, ты нам расскажи. Надо было поделиться просто с пассажиром. Сникерсом или сигаретами? Там зависит от того, что пассажир хочет предпочтения. Ну, уже изначально оно, как бы, не имело места быть, ну, потому что так нельзя делать. Чего из этого нельзя делать? Ну, во-первых, он останавливаться не мог, а во-вторых, дальше продолжать. Во-первых, курить в салоне вообще нельзя, и в пассажире, и во время движения, тем более. Так что так нельзя. Так что кушать? Так истории были интересные, даже пирожки. Мне звонили некоторые пирожки, водители ели звонят. Вот это вообще было смешно. Добьем Иванова. Подъехав к автовокзалу, Иванов решил взять с пассажира совсем немного больше денег, чем указано в программе. Потому что за такую интересную историю про жену Иванова точно нужно доплатить. Вообще, как бы, какой есть ценник в СМСке, либо в приложении, если через приложение едешь, больше не имеют права брать. И если водитель взял больше, то мы возмещаем 100% в поездке. Если пассажир позвонил и говорит, вот такая ситуация была, а с меня взяли вот столько. Мы проверяем, и если подтверждается, то мы компенсируем полную стоимость поездки. Если даже нарушили на 10 рублей, а цена была там тысячи две, мы вернем там две тысячи десять рублей. Это очень жесткое нарушение, и в таком случае мы просто расторгаем товар. Авторизорственного действия. На этот раз мы будем обозревать необычную машину такси ГОС 33-33-33, а директора этого самого предприятия. Поймали, поймали. Пойдемте. Сейчас посмотрим, можно ли на этой машине ездить и перевозить людей. Вот, кстати, не подрабатывать с вами таксистов? Вечером, когда слушно. Все жирные заказы выбирают. Это что за заказ? Это такое больше пяти сторон. Самое интересное, какая сейчас машина будет? Машина белая, я думаю, это лестус. Так, ну машина с виду чистая. Чистая, все приятно. Приятно, приятно. Едем на шипах. Знак шап присутствует. Это важно. Ну, отбить отбили, но как бы все равно предупреждение есть. Так, вот эта функция вообще божественная. Ребята, ну тут, мне кажется, можно перевозить не только вещи, но и людей, если понадобится. Так, недобросовестных водителей. Хоп, сюда закинул. Готовился. Конечно. Так, по салону. Так как мы пассажиры, поэтому нужно смотреть задний ряд сидений. Так, детское кресло. Раз, это хорошо. Но для детей пристегнуты. Самое главное, коврики чистые. Сидения, даже детские, чистые. А основные сидения чистые. Кассеты твои любимые, проверь. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата. Магия цветов соли. Да, мои любимые дверные. Ой, ну тут кожа. Тут приятненько, чистенько. Все везде без пыли. Хочу заметить, руки чистые. Ну, знания по ДД проверили уже в эфире, поэтому эту машину можно смело рекомендовать. Для такси ГОС 33-33-33. Так что работайте. Переводители здесь с удовольствием. Спасибо. Корректировок не будет? Корректировок нет. А что? По правилам все правильно, все чисто. Все хорошо, багаж свободный. Ну все тогда. До свидания. Хорошего дня. Грядет 8 марта, и ты уже сейчас должен подумать о подарках. Выиграть для своей любимой женщины букет из 33 роз, а для себя любимого две недели бесплатных поездок. Как это сделать, рассказываю. Звони оператору по телефону 33-33-33, говори кодовую фразу «Дамам цветы», и ты участник розыгрыша. Чем чаще ты повторяешь эту операцию, тем выше твои шансы на успех. На следующей неделе мы приготовили для вас еще больше всего яркого и интересного. Не пропусти. С вами была Ангелина. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...